МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поехали? Поехали! Да будет свет! Движется по горизонтали и по вертикали. Самое время посмотреть в телескоп на Луну. Все строго, никаких шпаргалок. И уходит вот это томительное школьное испытание и превращается в увлекательное действие. Проверка себя, чтобы свой уровень не уронить. Ты уже грамотный, умный, начитанный. Я хочу обновлять свою жизнь, все-таки связать профессионально шахматами. Очень много здесь детей, порядка 800 человек занимается. От таланта зависит, но больше от работы. Здравствуйте! В эфире Территория Тольятти. Программа о городе и людях, которые делают его лучше. Место, где мы сейчас находимся, хорошо знакомо многим тольяттинцам. Конечно, это дворец детского и юношеского творчества. И пришли мы сюда не случайно. Обратите внимание на вершину этого здания. Есть какие-то предположения, что внутри. А между прочим, это настоящая обсерватория. Давно мечтала там побывать, посмотреть в телескоп на звездное небо и решила, что День космонавтики, 12 апреля, отличный повод. Нашим проводником в мир космоса будет Михаил Сергеевич Бухтаяров. Здравствуйте! Всем большой космический привет! Так, ну что, поехали? Поехали! Чтобы попасть в обсерваторию, сколько ступенек нужно преодолеть? 145. 145. А никакого космического лифта нет, чтобы вот так раз, и мы уже наверху? Нету, но мы с вами уже на половине пути. Всего лишь четвертый этаж. Вот так. Вперед! Через тернии к звездам. Вот мы, кажется, и добрались до места назначения. Практически финишная прямая. Здесь представлены все планеты нашей Солнечной системы и небольшой экскурс по телескопам. У нас есть Астромастер 90-е. Это телескоп ученический, самый простой, на механической монтировке. Этот телескоп уже немножко побольше. Это ТАУ-120, наш советский телескоп. 120 мм, фокусное расстояние зеркала. Здесь у нас есть фильтры разного назначения для того, чтобы смотреть за планетами. Какие-то предназначены для Марса, какие-то предназначены для Солнца. Это астрономическая камера непосредственно, которая вставляется в телескоп. И уже можно фотографировать и делать какие-то видеозаписи. Все выше и выше и выше. Вперед и вверх наша главная цель. Ну вот, мы практически в обсерватории. Добро пожаловать на девятый этаж. Как это эффектно выглядит! Да будет свет! Стоп, влево, вправо. Попробую куда-нибудь нажать. Вот это да! Я ничего не испортила? Нет, ничего. А что происходит? Ну, вы для себя открыли новое пространство и новое место в городе. Точно! Открыла! Прием, прием! Это земляне. Как нас слышно в космосе? Хочется надеяться, что слышно хорошо. Если мы захотим посмотреть какой-то объект дальнего космоса, мы можем ввести его координаты, и он автоматически наведется именно на этот объект. Чудеса! До чего, что называется, техника дошла? Солнечный фильтр нам необходим для наблюдений за Солнцем. Он пропускает всего 0,001% от того света, который нам передает Солнце. Впервые в своей жизни смотрю в настоящий телескоп на заходящее Солнце. Красота! В чем отличия основные этих телескопов? Ну, данный телескоп, его отличительная особенность в том, что он движется по горизонтали и по вертикали. Он движется по экватору. Таким образом, он компенсирует движение по небосклону, экватор. Этот телескоп у нас появился под самый Новый год, и нам его передал епископ Тольяттинский Ежеглевский Нестор, за что мы ему очень-очень благодарны. Те фотографии, которые можно сделать с этим телескопом. Какая красота! Это у нас Сатурн. Сатурн, узнаю его по кольцам. Это у нас шаровое скопление звездное из каталога Месье. Ну, а это всеми наша любимая Луна. Луна. Замечательные снимки. Действительно, телескоп открывает большие возможности для любителей астрономии и космоса. Кажется, потихоньку начинает смеркаться. Самое время посмотреть в телескоп на Луну. На этом наша космическая Одиссея заканчивается. Михаил Сергеевич, спасибо вам за это приключение. Я рад, что вам очень понравилась эта экскурсия. И если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А мне пора спускаться с небес на землю. Впереди 145 ступенек. Надеюсь, вниз будет проще. Теперь отдел космических перейдем к делам земным. Не случайно сейчас в моих руках находится орфографический словарь, а окружают нас стены храма мудрости и знаний. В эту субботу по всей стране и за рубежом желающие напишут тотальный диктант. Событие в рамках одноименного проекта пройдет уже в юбилейный 20-й раз. Примут его больше 1700 площадок, в Тольятти таких 15. Ну что ж, проверим знания орфографии и пунктуации. И мы... Андрей, ты готов? Сразу говорю, списать не дам. Вашим голосом сегодня прозвучит текст тотального диктанта. Вы подала ли вам уже такая честь быть диктующей? И что сейчас чувствуете? Есть ли какая-то ответственность? Да, конечно, ответственность всегда есть. Я делаю это в третий раз с большим удовольствием. У меня уже есть мои постоянные читатели, слушатели. Да, мы это делаем красиво, здорово. Погружаем в текст и влюбляемся в этого автора. И, конечно, берем после этого книгу. Автор текста тотального диктанта 2023 – Василий Авченко. Автор живет и работает во Владивостоке. Его книги номинированы на премии «Национальный бестселлер» «Нос. Большая книга». И автор признается, что тотальный диктант для него – это очередное погружение в нашу отечественную словесность. И мы, конечно, надеемся, что те, кто не знает книг этого писателя, откроют для себя их. Конечно, здесь общество соединяется. Мы все – единая команда. И уходит вот это томительное школьное испытание и превращается в увлекательное действие. Если честно, немного волнительно. Ощущение, как перед ответственной контрольной в школе или на экзамене в университете. Все строго, никаких шпаргалок. Рассчитывать остается только на собственные знания. Я принимаю участие в написании диктанта уже в шестой раз. Уже в шестой раз? Да, представьте себе. Оценки самые разные, конечно. Пятерка была, четверка и две тройки, увы. Проверка себя, чтобы свой уровень не уронить. Потому что участие принимает в этом мероприятии прежде всего тот, кто изначально хорошо это делает. Тройшники сюда не идут. Не идут? Нет, не идут. А ваша профессиональная деятельность как-то с русским языком связана или нет? Нет. Просто я очень люблю читать, судя по вот этим книгам, которые сейчас в библиотеке. Об этом можно догадаться. С детства люблю читать. Отец привил. И дедушка по отцу. Сейчас волнуетесь? Да, конечно. Как первый раз. А может быть, за какой вот раздел из-за казна и больше всего волнуетесь? Там в расстановке знаков припина? Да, знаки припинания. То, на чем все спотыкаются. Частые гости. Мы уже послушаем несколько лет. Каждый год пытаемся. Ну, конечно, когда пандемия была, очень жаль, что у нас не получилось. Но пытаемся попасть каждый раз на диктант, чтобы себя проверить, насколько мы грамотные. Потому что кажется, что с каждым годом мы становимся все неграмотные. В школе учились неплохо. И четверки, и пятерки. Ну, разные были оценки. Но еще присутствует такое понятие, как языковое чутье. Этому никто не учится, но оно откуда-то берется. Но оно не всегда помогает. И как получается после диктанта, иногда бывают и не очень хорошие оценки. Тут поэтому есть над чем работать. Я на тотальном диктанте в этом году второй раз. В прошлом году был мой дебют. Мне он понравился, хоть он был не особо удачным. Но я решила, что все-таки писать диктант надо. Почему пишу? Потому что, ну, наверное, хочется вспомнить школу. Это раз. Вспомнить, как это писать ручками, а не нажимать на кнопки. Это два. И вообще просто проверить себя, свои знания и какие-то, может быть, ошибки. И учиться их исправлять. Я считаю, что русский язык, это наш язык. Его нужно не только знать, но и любить. Или наоборот, любить и знать. К тотального диктанта не готовится вот так. Раз сел, подготовился, не писал, и ты уже грамотный, умный, начитанный. На самом деле, вот эти все качества появляются тогда, когда формируется среда. Среда, которая окружает человека. И вот мы, конечно же, говорим о своей библиотеке и вообще о библиотеках в целом. Вот это именно та среда, которая помогает людям по капельке, каждый день, погружаться в эту вот умную среду, грамотную среду. Это действительно такая своего рода очень длительная внутренняя подготовка. И нам очень радостно, что вот у нас в библиотеке, наверное, такую среду мы пестуем, создаем и очень стараемся ее сохранить. Потому что литература, которая окружает людей, которые люди читают, как бы там ни говорили, читай, мы сейчас не читающие или читающие. Мы считаем, что если библиотеку ходят и будут ходить условно до последнего читателя, она нужна, чтобы все-таки преподнести это. А наша задача создать эту самую литературную среду, создать те самые мероприятия, которые несут такую особую ауру литературную. Что ж, диктант позади, лукавит не стану, пара моментов в тексте все же заставили меня засомневаться. Тем интереснее было само написание, ну а теперь остается только ждать результатов. А сейчас предлагаем отвлечься от правил русского языка и переместиться туда, где залог успеха в развитом мышлении и умении концентрировать внимание. Первое место среди девушек в группе 2006-2009 года рождения. На пьедестале те, кто в тактике и позиционных атаках на черно-белом игровом поле для своих ранних лет разбирается весьма уверенно. В мастерстве и умении просчитывать игру на несколько шагов вперед в первенстве Тольятти по шахматам соревновались больше 500 юных участников в пяти возрастных категориях. Для многих звание призера или победителя может стать серьезным импульсом на пути к еще более высоким достижениям. Я хочу в дальнейшую свою жизнь все-таки связать профессионально шахматами. Я хочу стать чемпионкой мира, возможно даже чемпионкой мира среди мужчин. Я хочу играть в разных турнирах. Мне кажется, шахматы это самая лучшая игра в жизни. Ну, по крайней мере, это так для меня, потому что она все-таки развивает мозги. Первенство проходило в три этапа, два из которых были отборочными. Из полутысячи участников до финала дошли 183. Признанные сильнейшими теперь попробуют свои силы на уровне региона, затем и Приволжского федерального округа. По итогам поединков будет сформирован состав сборной, которая представит Самарскую область на первенстве страны. Тольятти – это высокий пик в шахматном профиле России. Это дорогого стоит, потому что, когда это не просто соревнование, когда это такое хобби, причем интеллектуальное хобби, то это дорогого стоит. Земский банк принял решение поддержать Тольяттинскую федерацию, Тольяттинскую школу шахмат. Очень много здесь детей, порядка 800 человек занимается, поэтому мы посчитали своим долгом выделить посильный вклад в развитие шахмата в городе Тольятти. То есть, чтобы сохранялся этот накопленный потенциал. И, собственно, наши дети не забывали о тех традициях воспитания, характера, воспитания интеллекта, которые дают в том числе и шахматы. В качестве почетных гостей на награждении шахматисты, имеющие за спиной не одну значимую победу. О том, что умение концентрировать внимание и принимать верные решения – это один из залогов успеха, знают не понаслышке. Вместе с тем уверены, что такие навыки – серьезный потенциал не только для завоевания титула чемпиона. Качества, которые воспитывают шахматы, пригодятся и в жизни. Большая часть – это от того, сколько ты занимаешься шахматами, работаешь над ними. Ну, и от таланта зависит, но больше от работы. Ну, мне, в принципе, нравятся логические игры, логические загадки. Как бы шахматы подходят под это. Ну, память развивается, мышление. Во всероссийской системе шахмат Тольятти занимает отдельное прочное место. Из года в год растет число игровых площадок и объединений, а наряду с этим – количество воспитанников и чемпионов. Сами призеры о своих достижениях говорят, скромно подчеркивая, что все победы стали возможны благодаря Тольяттинской школе шахмат. А на сегодня это все. Если у вас есть интересные темы для сюжетов программы, звоните по телефону, который вы видите на экране. Или пишите нам в группу ВКонтакте. Увидимся ровно через неделю. До встречи на территории Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова